И снова с вами Юга, дорогие друзья. И сейчас я нахожусь на стенде игровых гарнитур, мышек, клавиатур фирмы Губа. С нами Александр. Александр, представься. Александр, представься на стенде игровых гарнитур, мышек, клавиш, 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 клавиш. Александр, представься на стенде игровых гарнитур, мышек, клавиш, клавиш. Александр, представься на стенде игровых гарнитур, мышек, клавиш, 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 клавиш. для моего РПГ это очень важно, потому что приходится проводить на 4, 5, 6, 8 часов я как человек, который играл в АГМО в 10 лет, прекрасно не знаю новая гарнитура, она джековая, то есть работает с вашей звуковой картой все, в Султай, мы делись Карпата, это то, что вам нужно вам не нужна устроенная, вам нужна именно такая очень удобная машина, вы очень мягкие, очень комфортно садиться на руку не давит, ничего можно такое реально 10 часов поиграть можно убрать, то есть спектр, достать его, он направленный и кейс посторонний, что мы креки, там, как кто-то рядом хрустит числами или ест сыпь у вас в комнате и это все не попадет, попадет только ваш голос, четко, ясно и это будет понятно, что вы пол будет компенсироваться корректно, возраст будет компенсироваться корректно это будет то, что надо смотрите, ребят, в одном из первых дней игр мира мы поиграем в игру War Thunder корабли, соответственно я сидел вот в этих наушниках и в гарнитуре не слышно было, очень колоночка потуха пора, вот сильно это просто вот я вспомню буквально сейчас мы с ребятами сидели в War Thunder играли соревнования среди журналистов вот я с них сидел, нормально шумопоглощение да, шумопоглощение происходит полное потому что абажур охватывает ухо полностью и, соответственно, посторонние шумы не попадают к вам в уши, потому что то, что вы должны слышать в данный момент, когда играете на мышцах это то, что происходит в игре так, а, я думаю, нам еще нужно посмотреть и, как минимум, мышку чтобы посмотреть, что как бы, чтобы увидели наглядно весь модельный ряд, я так понимаю, уже представлен здесь на выставке да, это на самом деле есть такие модели, которые уже в поиске, например, что там появилась и, кстати, очень важно они используют много модификаторов а то именно несколько клавиш там control, shift, мотив грубо говоря, и так далее фишка этой клавиши, то, что она низкопрофильная низкопрофильная клавиша позволяет обрабатывать комбинации комбинации очень быстро гораздо быстрее, чем механическая клавиатура соответственно именно для нового RPG-шника эта клавиатура прекрасно подходит изначально, раньше выбора практически не было был SideVider X6 от Microsoft но Microsoft закончилась с периферии с игровой периферией и очень толкно-толкно вакуум и вот в последний год назад появилась клавиатура куклы которая позволила этот вакуум заполнить это служничный механизм это непростая мембрана каждая клавиша, смотря на короткий ход достаточно, нажимается четко вы четко чувствуете когда срабатывание когда идет так что у нас а вот из механики мы уже поняли а что из механики такое то есть такое что интересное мощное сразу к топу по решению из механики это 700к это механическая клавиатура с помощью алимидия лицевой частью сколько весит клавиатура это важно вот для меня важно если она тяжелая прям такая из металла больше полутора килограмма нет я думаю что она чуть меньше полутора килограмма потому что металл клаватый но она не будет двигаться потому что у нее очень большая площадь ножек они резиновые они большие и на вставочках тоже есть да 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 отлично отлично и есть дополнительный клавиш рядом клавиш куда вы можете настроить свой матросы и важно то есть что он не любит всякие крейсеры это то что пробел разделен а вот собственно для людей которые любят РПГ это даже первый раз честно говоря потому что пробел у нас используется часто но в принципе нам достаточно удобно будет если он будет разделен на него можно будет назначена некоторые люди назначают сюда вторую пробел некоторые люди назначают сюда некоторые люди какую-то функцию фиксы точно вещей первый раз вот когда была превьюшка я ни увидела разделены это вообще по-моему хорошее решение запротентованное на самом деле можно удачным комбинациям с зеленым пробелом, потому что клавиша пробел достаточно длинная. Переучиться на использование половинки пробела достаточно быстро, в течение недели вы уже забудете, что такое зеленый пробел, и вам будет вполне удобно пользоваться половинкой. А вторая клавиша очень удобно расположена. Вы обязательно на людей применение, потому что, собственно, ее, можно сказать, не хватает. Так, и осталась у нас мышка. Мышка, это, можно сказать, шелла такой, которую ты просто нажимаешь и караешь врагов. Да. Многие люди заболевают, что идеальная мышка для ММО, это мышка, в которой сбоку лежит фариатура от телефона. Я понял, нет. Дело в том, что, когда у вас палец не может нормально лежать на основе хвата, да, вы быстро устаете, вы не сможете уже точно отрабатывать там через 3-4 часа, не сможете нахуй открывать и сможете отрабатывать вначале. Это напрягает, вам хочется, чтобы у тебя отдохнули. Здесь же зона хвата, она пустая, палец лежит четко на ней. Но, да, боком пальца вы можете нажимать одну кнопочку, этим же боком вторую кнопочку, третью кнопочку. И есть одна кнопка для назначения каких-то, скажем, не так часто используемых, но важных комбинаций, да, либо данный клик, либо какие-то очень важные макросы, которые просто запускают последовательность, и вы ждете, пока она отработает. Так как мышка полностью, кстати, клавиатуру тоже, полностью программируется, программируется можно все, любые зачитания, то есть даже в культуру можно записать макросы. Макросы есть здесь. Да, макросы здесь есть. Намечательно. В макросах пишется и мышка, и клавиатура. В макросах пишется даже движение мышки, если хотите. Хотите с разделением по времени, хотите без разделения, хотите онлайн-запись, когда идет запись разделения, которую вы делаете прямо так, либо фиксированная. То есть 700 М, то есть на нее можно записать клавиши, на самом деле не вопрос. Вы можете сделать все, что угодно, любую клавишу заполиметь, зависит движение, кризис, Скорость кибер-гизм можете запретонировать, как хотите. В мышке есть возможность подстроиться под ваши пальцы, под длину ваших пальцев. То есть у всех ладон разных, все разные пальцы, разные длины. Мышка подстраивается, соответственно. Главное, чтобы вам было комфортно. Главное, чтобы вы смогли долго использовать мышку без движения в кистье. Также есть сменная панелька для тех, кто любит ладонный кладок для того, для основной кладки, для пальцев, для пальцев кладки есть отдельная зона, специальная накладочка, скажем, прорезиненная, чтобы не скользила. Да, чтобы не скользила. Также мышка может сделать потяжелее, потому что у всех разные публики, разная, скажем так, потребность в весе, которую нужно было удобно делать. Можно тяжелеть мышку, мышка под 11-15 грамм. Просто мышка лежит на алюминиевой основе, то есть в ее надежности, в зависимости, в зависимости не придется. Подсветка или зону очень деликатна. Она сведет вперед, освещает зону спереди. То есть у них где-то глаза не мешает, не воздражает. Просто освещает то место, которое вам нужно, чтобы видеть, то, где ваш провод сейчас находится. Вот, что касаемо девайсов. Большое спасибо, Саша. Я думаю, ребята, вы уже должны познакомиться с Фиброй Кур. Вы должны узнать, что она из себя представляет. Соответственно, у вас есть шанс это сделать вместе с Прайсой Юга Шоу. Эти правильные девайсы. Отличного вам нагиба. С вами был Юга. Большое спасибо. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok